Телекомпьютерный центр Потому что сегодня я хочу предложить вам провести репетицию выборов в Государственную Думу Во всяком случае, той самой сложной части выборов, которая предполагает, что вам из 13 партий и блоков нужно выбрать одну Вот легко ли это сделать? Из 13 выбрать одну? Это вы и сейчас можете проверить Потому что, посмотрите, пожалуйста Сегодня лидеры 12 блоков и партий приняли наше приглашение и пришли в телекомпьютерный центр Пришли, чтобы помочь вам сориентироваться в главном Кто есть кто И понять, как каждая из 12 партий и движений собирается отстаивать в Думе интересы своих избирателей То есть наши с вами интересы Но что для вас знать важнее всего? Вот это давайте сейчас выясним с помощью компьютерного опроса Посмотрите, пожалуйста, на экран И выберите из восьми вариантов Один, который вы считаете самым главным При ответе на вопрос, каким образом ваша партия или блок собирается решать проблемы И перечень вы видите Выберите свой вариант и сообщите его в телекомпьютерный центр по телефону 217-45-13 Внимание, вы можете уже передавать свою информацию Принимать информацию будем на протяжении двух минут И пока идет у нас опрос компьютерный Результаты этого опроса с нетерпением будут ждать лидеры партии блоков Которые представляют сегодня здесь свою организацию Вот посмотрите на них еще раз внимательно Запоминайте их лица, фамилии И вам легче будет ориентироваться в названии партии блоков 12 декабря Когда вы получите избирательный бюллетень Ну, конечно, вы понимаете, каждому из собравшихся Хочется сегодня рассказать вам о своей партии или блоке Все Но мы договорились, что все будут давать только ту информацию Которая важна для телезрителей программы «Общественное мнение» в первую очередь Но вот пока вы видите, что это инфляция Ну, конечно, это инфляция А потом социальная защита, преступность И вот убрали у меня таблицу, я не вижу Преступность и безработица Ну что ж, вот может быть в таком порядке И будут названы темы четырех периодов Я хочу вам напомнить, что у нас с вами есть еще один вид обратной связи Это телеграф, центральный телеграф, который мы, как всегда, благодарим За благополучную нашу обратную связь Он установил здесь телетайпы И вы можете дать телеграмму из любого города По телефону, который вы уже должны знать Служба телеграммы в кредит И сообщить любой текст И через несколько минут это будет здесь у нас Ну, телеграммы, вы знаете, приходят самые разные И вот что интересно, что они всегда отражают спектр мнений Я вам хочу сегодня прочитать только две телеграммы Чтобы вы убедились, что любые телеграммы Если они искренние и интересные, мы читаем Вот две телеграммы, которые пришли на прошлую передачу Одна, например, такая из города Сочи Доверяем коммунистам, нет доверия чикагским мальчишам-плохишам Семья Агаевых, два человека И вот совершенно противоположная телеграмма Она из местечка Молымья Поддерживаю выбор России Умные мужики Берите власть в свои руки И все у нас будет хорошо Инвалид первой группы Васильева Ну, вот видите Главное, чтобы ваша телеграмма была искренней Однозначно поддерживаем Чубайса Вот смотрите, мне дают еще какие-то тут телеграммы Болдырева, Шахрая Вы видите, телезрители все равно Все равно, вот как и в прошлой передаче Они все равно воедино воспринимают Собчака, Гайдара Чубайса, Болдырева, Шахрая Дальше не буду продолжать Так, а вот Шахраю Мужики, ой, ну вот это просто то, что я вам хотела сказать Мужики, объединяйтесь Не дай бог выбор России Очень переживаю за вас С уважением, Татьяна Васильева Ну что ж, закончился экспресс-опрос Пожалуйста Его результаты Так вот, что мы видим Мы опять видим Две у нас партии лидируют Блок выбора России и коммунистическая партия А на третьем месте На третьем месте у нас Либерально-демократическая партия Ну что ж, мы сейчас начнем третий период Вы знаете, вот меня как женщину Я должна сегодня оставаться объективной Но меня как женщину, конечно, очень расстроит Что ни одной телеграммы пока не пришло Для партии женщин Товарищи женщины Уж поддержите А, вот есть Мне даже показывают, что есть Так И большая Четко свою мысль сумели выразить Только Чубайс и Федулова Все остальные не понимают, о чем они говорят Все знают, что надо делать Но не знают, как Надо нам Нужны ли нам такие депутаты и представители в Думе Я думаю, не нужны Пожаринская кандидат наук Роза Корнилова Ну вот такая телеграмма Мы продолжаем последний период Пожалуйста Так, всем напоминаю вопрос На который вы должны нашим телезрителям дать Четкий ответ Каким образом ваша партия или блок Собирается решать проблему безработицы? Телекомпьютерный центр Останкино продолжает свою работу Заканчивается большой часовой опрос телезрителей Посмотрите, пожалуйста, на экран компьютера 4186 телезрителей приняло в нем участие И прежде чем я остановлю прием информации Я хочу прочитать вам одну из телеграмм Которые мы получаем из Санкт-Петербурга От телезрительницы Кондратьевой Опрос нужно проводить не в Москве А в других городах и поселках Я хочу вас проинформировать Что из 20 телефонов 5 телефонных аппаратов У нас подключены для телезрителей Москвы и Петербурга А 15 телефонных аппаратов для междугородной связи И вот мне сообщили, что К нам дозвонились телезрители Из 452 городов и поселков Так что считаем, что Этот вопрос мы сняли Итак, я говорю Стоп приему информации Посмотрите, пожалуйста, какие мы результаты получили И прошу сразу же их прокомментировать Руководителя пресс-службы Центральной избирательной комиссии Александра Бухвалова Прошу, Александр Конечно, обидно, Тамара, что сегодня были только 12 из 13 И, к сожалению, не было российского движения демократических реформ Ну а что можно сказать о данных этого вопроса? Я думаю, что это последний звонок Для всех В плане того, чтобы немножко подкорректировать свою избирательную кампанию Заявиться немножко ярче Говорить более конкретней Более быстро Более четко Я думаю, что пока это показатель все-таки предварительный Хотя для всех партий это материал для размышления Я могу только пожелать им успеха На том финишном отрезке, который фактически начинается на днях А избирателей хочу успокоить В ближайшее время Центр избирком подготовит не только учебный фильм Который будет показан по всем каналам и неоднократно о том, как надо голосовать Но и окружные комиссии будут максимально разъяснять процесс голосования Его итоги Просто не хочется этого делать в столь коротком прямом эфире Но пусть избиратель не волнуется Все будет нормально Александр, спасибо И я еще раз хочу сказать для тех, кто плохо видит Значит, две партии у нас получили наибольшее число голосов телезрителей Это выбор России 45% И коммунистическая партия 30% Вы знаете, точно такое же соотношение Телеграм Которое пришло в адрес этих партий и движений Я постараюсь хоть несколько вам прочитать Шахрай и Чубайс должны быть в одной упряжке Полностью поддерживаю выбор России Благодарю за точные и конкретные ответы на все вопросы Из города Мурманска Пенсионерка Казачинская Дорогие наши сыночки Болдырев, Чубайс, Шахрай, объединяйтесь Успехов вам, семья Яковлевых Шахрай, Болдырев, если не объединитесь с Гайдаром, можете остаться за бортом И в парламенте победят Зюганов-Жеревновский Семья Смирновых Не дай бог победит выбор России Я за коммунистов Сама беспартийная Город Архангельск-Тиммия Из Санкт-Петербурга Поддерживаем ответы Владиславлева и Зюганова Выбор России должен отвечать Как исправить допущенные ими ошибки При опросах следует указывать и фамилии кандидатов По опросам узнаете только мнение москвичей Но об этом мы уже говорили Барановы Телеграмма из Курчатова Только Жириновский либералы спасут Россию Светлана Чубур И моей любимой женской партии Из Нижнего Новгорода Верим, умные женщины России выведут страну из разрухи Что не удается мужикам так держать Тыняева Ну что ж, вот такие телеграммы Благодарю всех И сейчас я предлагаю лидерам всех партий Обратиться к своим телезрителям И за 30 секунд У каждого есть 30 секунд Сказать все, что вы хотите Используя данные опроса Прошу Так, одну секунду Я прошу прощения А я хочу объявить вопрос Опрос для наших телезрителей Мы должны непременно узнать Кто вы, наши телезрители Пожалуйста, передавайте вашу информацию по телефону Пожалуйста, Геннадий Андреевич Начинается Уважаемые соотечественники Уважаемые соотечественники Хочу поблагодарить вас за поддержку Вот здесь 162 телеграммы 8 с замечаниями Но вполне корректными по существу Я хочу обратиться ко всем Если бы в апреле 39 миллионов Тех, кто не пришел на выборы В них участвовали Думаю, октябрьской трагедии бы не было Поэтому призываю всех Принять участие в выборах И приглашаю на нашу встречу 22 ноября Спасибо вам Я тоже бы хотел зачитать телеграммы Которые наши телеграммы не читались Поддержите экологов Политики всегда договорятся А экологические проблемы останутся Чистая Россия Вот лозунг дня Даже демократия не имеет смысла Я бы хотел также поблагодарить Всех, кто нас поддержал в этой передаче И всех нас, кто поддержал во время сбора подписей Работая в Думе Мы однозначно будем защищать Интересы человека Интересы здоровья И интересы экологии Спасибо Я тоже хочу поблагодарить За поддержку Высказанную в этих телеграммах И сказать, что Только вчера на съезде Блок Гражданский Союз Утвердил свою предвыборную программу Мы ее расскажем В наших последующих встречах Смысл ее Придать реформам динамизм И не перекладывать при этом На плечи неподготовленных людей Всю их тяжесть Мы предлагаем избрать людей Подлинных патриотов России Людей спокойных Людей способных действовать Решительно, компетентно и спокойно Спасибо Хотя результаты этого опроса Не очень воодушевляющие Для демократической партии России Партии Травкина Я знаю, что у партии Есть немало сторонников Которые верят в способность Этой партии Проводить в жизнь политику демократизации Против авторитаризма Который способен сделать из России Сильное государство и процветающее Партия имеет свою подробную программу Решения тех проблем Которые возникли в последнее время Достоинство и милосердие Это избирательное объединение Социально ориентированных реформ К сожалению Нас тоже не воодушевляют результаты Но это объясняется тем Что наше движение Новое, молодое Но оно представляет Собой Опытных людей Обладающих большим жизненным опытом Мы приглашаем телезрителей 24 числа Где будет подробно Изложена наша программа С которой мы идем Все, спасибо Время Спасибо, да Ну как мы видим по итогам Все в лучших традициях Но эти итоги не поколевали У нас уверенности Что время Буйных и малахольных В России все-таки проходит Наш блок Единственное из всех Представленных здесь Осуществляет то Что в 1987 году Впервые попытался сделать В Москве Борис Николаевич Ельцин Тогда он сформулировал задачу Именно в Москве Прорвать этот порочный Номенклатурный круг Чтобы вырваться из него Это не удалось тогда сделать И действительно Это невозможно было тогда сделать Но за пять лет Прошло много времени Люди выросли Люди окрепли И эту задачу Мы будем осуществлять сегодня Спасибо Я надеюсь Что дорогу молодежи Избиратель все-таки даст Я благодарю всех Кто нас поддерживает И еще раз приглашаю На нашу встречу В эту пятницу В 21.40 По первому каналу Там я буду спать один И вы сможете узнать Более подробно О всех наших Программах И действиях Ну вы прекрасно И сегодня знаете Кто виноват во всем Что нам мешает Сегодня жить И можете хорошо оценить Их выступление И понять Так сказать Смогут ли они Исправить положение И не лучше ли доверить Эту ситуацию Исправение положения Новым политическим силам Ни в чем Не замаровавшим себя Ни совесть Так сказать Ни руки Все у них чисто Спасибо Спасибо Уважаемые телезрители Мы назвали свое Объединение Женщины России А точнее было бы сказать Женщины для России Потому что мы Объединились в интересах Мужчин и женщин Молодых и пожилых Гражданских и военнослужащих Семьи Детей Мы выступаем За мир и согласие В нашем обществе Здесь у меня телеграммы Их не тысячи Но их достаточно много И они очень теплые Спасибо за поддержку Мы с вами можем встретиться 26 числа В эфире Останкино Спасибо за прекрасные телеграммы Во все времена нашей истории Когда мы утрачивали Здравый смысл и согласие Мы терпели беды И попадали в рабство Во все времена В нашей истории Когда наш народ Достигал согласия Мы побеждали Куликово поле Минин пожарский Великая отечественная война Сейчас то время Когда нашему обществу Нужно согласие Мы единственная партия Построенная на идее Объединения российских земель И провинции Мы единственная партия Построенная для российских регионов Сергей Михайлович Все Спасибо Я благодарю Жителей городов далеких и близких За неожиданную поддержку Аграрной партии России Наши избиратели живут в деревнях Их десятки миллионов Мне хотелось сказать только Что будущее России Как независимо самостоятельно Процветающее государство Возрождение российской деревни И кто за будущее России Я думаю что за нас проголосует А приглашаем для подробного ознакомления Наших избирателей На телевидении останки На первый канал 26 ноября В 20 часов 25 минут Спасибо Наше объединение выступает за реформы Но за иные методы проведения реформ Нежели реализуются последние вот уже два года Именно поэтому мы не можем объединяться С блоком выбора России Но сейчас главный вопрос другой Главный вопрос Будет ли принят тот проект Конституции Который вынесен на обсуждение Если этот проект будет принят Уже не важно Кого изберут в парламент Парламент будет абсолютно декларативный От него не будет ничего зависеть И граждане сами проголосуют за то Чтобы нынешняя власть Без перевыборов Осталась бесконтрольной И безнаказанной Со стороны общества и парламента За два последних года было много моментов Когда казалось все просто висит на волоске И главное что поддерживал нас Это ваша поддержка Которую сегодня мы увидели снова Спасибо за это Я уже обращаюсь не к избирателям А к своим коллегам Представителям демократических партий Мы не сумели с вами договориться До начала предвыборной кампании Мы обязаны сделать это Во время предвыборной кампании Слишком дорогая цена Будет заплачена России За нашу ошибку Спасибо всем Вы знаете я очень рада Что несмотря на разные цифры В вас сохранился оптимизм Ну что ж Какие будут цифры На самом деле мы увидим с вами 12 декабря А с вами дорогие телезрители Я очень надеюсь Что мы встретимся в ночь С 12 на 13 декабря В эту историческую ночь Когда впервые телевидение Останкино будет на весь мир Транслировать результаты выборов До встречи 12 декабря Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому